Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему многие хотят обладать человеком, имеющим выдающиеся качества? Откуда берется желание заполучить в чем-то классного человека, который явно превосходит в чем-то нас? Например, мне нравятся часто разные актеры или мужчины-модели. Ну, конечно, я отдаю себе отчет, что они недосягаемы. И также понимают, что они либо выиграли генетическую лотерей, либо преуспели благодаря крутым связям. А, либо преуспели благодаря либо крутым связям, либо собственным талантам. То есть они и простые смертные, как бы из разных миров. Вроде бы это все объяснимо. Например, людям хочется погреться в лучах чужой славы, соприкоснуться с успехом, стать причастным к успешной личности, да и просто вызвать зависть у других. Только какой в этом столб, какой прок развивать варечку на того, кому ты в подметке не годишься? Этот человек, скорее всего, даже не посмотрит в твою сторону. Ты просто потеряешь время, вдыхая о нем. Я привел примеры, когда разрыв между статусом людей огромен. Ну а что, если он даже небольшой? Зачем одаренному, развитому, интересному человеку невзрачный, соблежующий партнер? И почему, даже понимая, то мы все равно что-то продолжаем надеяться. Ведь меня. Я очень заметил за собой тренд. Мне незменно нравятся парни, которые, в свою очередь, падки на стерв. Которыми эти стервы вертят, как хотят. Стервы дерзкие, с ними умеют играть, умеют вести себя. Короче, как-то так, что этих мужиков им интересно долго. В общем, стервам я завидую, ведь я совсем другого склада. Я добрый, я сочувствующий, я хочу быть парню, как хороший друг. Лояльно. Да, парень мой повосхищается в первое время. Скажет, какая я душка, а потом его стерва утащит. Или он сам с радостью утащит. И будет он бегать за ней, и только о ней думать. А мой удел сказать, ну ладно, что ж, значит не судьба. Я на самом деле сидел именно в моем поведении. Те, которые мне нравятся, они хотят быть со стервами. А я не такая, не хочу такой быть. Те же, кому нравлюсь я, для меня они скучны. Я начала с примеров со звездами, но ушла все-таки в сторону своей личной проблемы. Разгадать хочу и то, и другое. Возможно, понимание первого, даст мне понимание второго. Здесь, в первую очередь, хочется обратить на логичную ошибку. Дело в том, что понимание первого не даст понимание второго. А вот понимание второго даст понимание первого. Потому что проблематика и свой интерес, который вы описываете, он связан с вашей личной проблемой. И вы бы, условно говоря, не задавали бы вопрос про звезд, если бы не чувствовали какой-то проблематики со своей стороны. Если говорить в какой-то такой хронологической последовательности, то, о чем вы пишете, то я бы, наверное, сказал, что все дело здесь в двух основных моментах. Это проектирование и это восприятие человека. В первом случае, говоря о проектировании, мы говорим о том, что нам нравится в данном случае не сам человек, а нам нравятся в данном случае те качества, которые у него есть. И эти качества нам нравятся потому, что мы чувствуем, мы как бы чувствуем, мы как бы ощущаем, что эти качества могут быть, в принципе, и у нас. Но мы себе это запрещаем, мы себе запрещаем эти качества проявлять, например, и в итоге пытаемся подпитаться этим качеством у другого человека. Например, в случае с парнями, которым нравится стервы, как вы говорите, вот, эти люди обладают определенными качествами, определенными поведенческими аспектами, так скажем, вот, которые вас привлекают. То есть, если мне нравятся стервы, да, то в моем поведении, в моем характере есть какие-то нюансы, есть какие-то особенности, которые могут вас привлекать. Это может быть и раскованность, это может быть и свобода какая-то, это может быть и некий вызов, это может быть и некоторая провокационность, это может быть и рискованность. То есть, все то, чего, допустим, не хватает вам. И здесь важно понимать, что вам нравятся не сами люди, не их личности, вам нравятся их качества. Качества, которые вы хотите у себя... которые вы хотите у себя видеть. Вот. И момент в том, что вы, как бы, говорите, я не хочу быть стервой. Вам не нужно быть стервой, чтобы иметь какие-то качества. Вам не нужно быть стервой, чтобы быть, может быть, не на 100%, обладателем таких качеств, как, например, у этих мужчин или у этих женщин, про которых вы говорите. Вот. Но вам можно, как бы, развить в себе вот некоторые элементы, некоторые элементы поведения, которые бы позволили вам в большей степени быть собой. Почему? Потому что, если бы эти качества в том или ином проявлении не помогали бы вам быть собой, у вас бы не возникла зависть. У вас бы не возникла такого рода симпатия. Вот. Следующий факт, на который хочется обратить внимание, это то, что вы в целом как будто бы относитесь к людям достаточно предметно. Мужик, стерва, утащит, скажет мне, что милашка. это все в той или иной степени проявления того, что вы к человеку относитесь, ну, вот как-то я бы сказал, ну, с точки зрения вот такой вот ценности, да, достаточно, ну, можно сказать, материалистичной. Сейчас это вот какая-то такая материалистичная ценность. Ну, вот. Здесь игнорируются, игнорируются другие аспекты личности, игнорируется вся полнота личности, если можно так выразиться. и самое главное игнорируется вероятно ваше собственное я полнота личности. Вот. Именно в этом я вижу определенную проблематику. Вот. И именно в этом я вижу проблематику построения отношений. Что вы выстраиваете отношения, на каких-то на синергии качеств, а не на личностном взаимодействии, которое является несколько более широким и несколько более во-первых всеобъемлющим, во-вторых более устойчивым. Вот. Это такой аспект. Следующий аспект, на который хочется обратить внимание, это аспект понимания. Вы довольно много значения продаете именно пониманию, но в моем опыте понимание чего-то, вот простое такое логическое можно сказать понимание чего-либо далеко не всегда как бы приводит к тому результату, который мы хотим. Потому что какие-то вещи нужно именно чувствовать, какие-то вещи нужно именно прочувствовать, а не понять. Вот. И в данном случае это очень важно, потому что, ну, чувствуется, что вас это волнует, чувствуется, что вас это беспокоит, и, соответственно, очень важно выработать к этому правильное отношение, правильное понимание. Вот. Нет ничего плохого в том, что вы можете быть доброй, что вы можете быть другом, что вы можете быть эмпатичной, что вы можете быть лояльной. Ничего плохого в этом нет. Но важно другое, что вместе с этим, я повторюсь, вместе с этим, а не в качестве альтернативы, вы можете и защищать себя, защищать свои интересы, вы можете рисковать, вы можете импульсивно, спонтанно действовать и так далее. Я не вижу в этом взаимоисключающей связи, поэтому на это тоже хотелось бы обратить ваше пристальное внимание. Вот, следующее, следующее, значит, так, на что еще хотел обратить внимание, да, вот, вы пишете, зачем одаренному развитому интересному человеку невзрачный сопли живущий партнер. Вот здесь, как мне кажется, скрывается одна из системных сложностей. Дело в том, что одаренность, успешность и так далее, равно как и невзрачность, и склонность к живанию соплей, не означает того факта, что человек, помимо этого, больше ничем не ценит. Понимаете? То есть человек может быть одаренный развит и интересен, но именно этот невзрачный сопли живущий партнер обладает той самой необходимой глубиной, которая нужна этому самому одаренному человеку. То есть те качества, которые вы перечисляете, не являются исчерпывающими для возможности построения отношений. Но, что является более важным, это отношение к тому, например, как я себя веду. Ведь я думаю, вы не будете спорить с тем, что вот невзрачность и, скажем так, неуверенность, да, мне не очень нравится формулировка, которую вы используете, не связана она с, так сказать, семантическим наполнением, а именно просто мне кажется, что это некоторое обесценивание, да, вот. Можно к этому относиться с достоинством. Можно принимать в себе свою невзрачность, например, делая акцент на что-то другое. Можно принимать и с достоинством репрезентовывать другим людям свою вот эту склонность к живанию соплей. И если это делать с достоинством, если это делать с любовью к себе, с уважением к себе, то это самое уважение будет перениматься другим человеком. Стервозность, сама по себе стервозность, вообще-то, кроме какого-то отторжения и неприятия, ничего больше не вызывает. Вот стервозность сама по себе в чистом виде. Но если в этой стервозности чувствуется любовь к себе, чувствуется наслаждение, чувствуется удовольствие, чувствуется искренность, именно это привлекает. И не так уже важно, стервозность ли это или что-то еще. Тут более важно то, что разные люди от разного получают удовольствие. Кто-то получает удовольствие от того, чтобы быть стервозным и действительно кайфует от этого и действительно получает наслаждение. Кто-то получает наслаждение от того, что он более такой вот скромный, более такой лояльный и так далее. И когда человек находит свою позицию и начинает эту позицию транслировать другим людям, к нему относятся именно так. И не особо важно, что это. То есть нет прямой зависимости наличия стервозности и успешности построения отношений. Есть зависимость между отношением к стервозности человека, который себя так ведет, и построением отношений. Если я уложительно, заботливо, с любовью отношусь к тому, какой я, и показываю это другому человеку, я становлюсь для него более привлекательным. А вид поведения не так важен в этом смысле слова. Поэтому я думаю, что проблематика не в том, что вы не такая, что вы, вот как вы пишете, добренькая, сочувствующая и так далее. А дело в том, что вы сами себя обесцениваете, дело в том, что вы испытываете стыд, дело в том, что вы испытываете скованность в этом поведении. И это чувствуется. И, возможно, именно поэтому парни от вас уходят. Понимаете? И здесь дело в том, что, чтобы быть более свободной, чтобы больше получать удовольствие от своего собственного поведения, больше кайфовать от него, вам нужно или раскрываться в этом векторе, в доброте, сочувствии, лояльности, дружбе, или вводить какие-то иные элементы поведения, которым, возможно, вы испытываете зависть. Потому что зависть, это означает потенциал для развития. Не всегда люди рассматривают это именно так. Тем более, что нам довольно часто говорят о том, что зависть – это плохо. Нам довольно часто говорят о том, что завидовать – это плохо. На самом деле, нет. Зависть – ничего плохого нет. Это возможность нам понять, в какую еще сторону мы можем развиваться. Конечно, зависть может отправлять жизнь человека, когда мы непосредственно сравниваем себя с кем-то. Например, вот есть человек абсолютно обычный, да, есть какая-нибудь звезда, и обычный человек завидует звезде, завидует ее успешности, ее богатство и так далее. Но здесь зависть направлена на форму, на положение человека, а не на содержание. А ведь содержание заключается в том, что разные люди делают то, что им нравится. К примеру, звезда – это человек, который любит, допустим, петь, которому нравится петь. Ну, например. И да, так вышло, что он добился в этом успеха. Но это не главное. Главное, что человек делает то, что ему нравится. Не всегда занятие тем, что нравится, приводит к успеху. Это правда. Но зависть направлена в первую очередь именно на это, на возможность быть собой. Успех, какой-то результат здесь, в данном случае, вторичный. И зависть является наиболее отправляющей и наиболее опасной тогда, когда она направлена на форму, а не на содержание. Я надеюсь, что вы на это обратите свое внимание. Еще один вопрос. Какой прок отдалось, чтобы развивать варочку на того, кому ты в подметке негодишь? Здесь у вас проявляется именно то самое материалистичное предметное восприятие людей. Это первое. Второе. Важно понимать нюансы. Если мне в человеке нравится только его звездность, только его успешность, то это одно. В этом смысле, да. Никакого прока нет. Ну, другое дело, что поведение человека нелогично. Человек вообще существо нелогично. Но если мы видим в звезде личность, если мы видим в звезде человека, у которого есть свои проблемы, свои ценности, свои уязвимости, вот тогда это имеет толк. И отношения могут быть между кем угодно, если соприкосновение идет между этими аспектами. Как-то так, как-то так, я думаю. Если вы считаете себя недостойной отношений, если вы сомневаетесь в себе, если у вас комплексы, то, конечно, люди от вас будут уходить. Потому что свой страх вы транслируете этим людям. На этом все. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.